здравствуйте приветствую вас на своем канале сегодня свяжем повязку с помощью спиц очень интересный простой узор раппорт узора 13 петель 14 рядов высоту на там очень просто все объясню нитки брала в 100 граммах 100 метров спицы брала три с половиной миллиметра и крючок для обвязки три с половиной миллиметра брала вот по этой схеме я вязала схему нашла в старом журнале и так приступим это у нас будет нулевой ряд я набрала 13 петель плюс 2 кромочные петли и приступаю вязать установочный нулевой ряд вы можете его пропустить первую петлю кромочную снимаю все остальные петли провяжу изнаночными последнюю кромочную петлю тоже провяжу изнаночной переходим первому ряду 1 3 5 ряды будем вязать одинаково первую петлю снимаем далее провяжу 5 изнаночных петель 3 4 5 провязали 3 лицевые петли 1 2 3 провязали далее 5 изнаночных 1 2 3 4 5 провязали это раппорт узора и провяжу последнюю кромочную петлю изнаночной все мы провязали первый ряд узора переходим ко второму ряду узора 2 4 6 ряды узора будем вязать одинаково снимаем первую кромочную петлю далее будем петли вязать по рисунку над лицевыми петлями будем вязать лицевые сейчас я провяжу 5 лицевых 3 изнаночные по рисунку 23 провязали 3 изнаночные и далее 5 лицевых петель 2 3 4 5 остается последняя кромочная и и провяжу изнаночной готов второй ряд переходим к третьему ряду узора третий ряд вяжем точно так же как первый ряд первую кромочную снимаем 5 изнаночных петель и 3 лицевые петли 2 3 далее также как в первом ряду 5 изнаночных 2 3 4 5 последнюю кромочную провяжу изнаночной готов третий ряд переходим четвертому ряду его будем вязать точно так же как второй ряд по рисунку будем первую петлю кромочную снимать и далее над лицевыми будем вязать лицевые петли а над изнаночными изнаночные сначала провяжу 5 лицевых далее по рисунку 3 изнаночные петли 2 3 далее 5 лицевых последнюю кромочную петлю вяжу изнаночной ряд готов переходим к пятому ряду его будем вязать точно так же как первый ряд узора первую кромочную снимаю далее 5 изнаночных 2 3 4 5 3 лицевые петли 2 3 и далее 5 изнаночных раз два три четыре пять провязали последняя кромочная изнаночной переходим к шестому ряду его вяжем точно так же как второй ряд 1 кромочную снимаем над лицевыми будем вязать лицевые в этом ряду над изнаночными изнаночные петли сначала провязываю 5 лицевых петель далее 3 изнаночные петли провязали 5 лицевых 2 3 4 5 и последняя кромочная изнаночной провязали шестой ряд переходим к седьмому рядом здесь у нас начнутся изменения в седьмом ряду и потребуется дополнительная спица первую петлю снимаю кромочную далее провяжу 4 изнаночные 1 2 3 4 возьму дополнительную спицу и следующую петлю на левой спице я сниму и оставлю ее за работой на дополнительной спице снимаем петлю оставляем за работой теперь лицевую провяжем лицевой а петлю с дополнительной спице провяжем изнаночной провяжем изнаночную провязали пока отложим далее лицевая центральная петля снова берем дополнительную спицу и снимаем следующую лицевую петлю и оставляем ее перед работой оставили петлю перед работой провязали следующую петлю изнаночной а петлю с дополнительной спицы провяжем лицевой провязали вот так у нас получается далее 4 изнаночные 1 2 3 4 и последнюю петлю кромочную изнаночной петли провязали ряд переходим к следующему ряду 8 ряд в этом ряду мы будем петли вязать по рисунку то есть над лицевыми вяжем лицевые над изнаночными вяжем изнаночные петли последнюю кромочную провяжу изнаночной провязали ряд по рисунку 9 ряд в девятом ряду тоже небольшие изменения нам потребуется также дополнительная спица снимаем первую петлю 3 изнаночные петли 2 3 беру дополнительную спицу и петлю с левой спицы снимаю и оставляю ее за работой лицевая петля и далее петлю с дополнительной спицы провяжем изнаночной провязали изнаночной откладываем следующее изнаночная центральная лицевая изнаночная петля далее беру дополнительную спицу снимаю петлю с левой спицы оставляю ее перед работой далее петлю с левой спицы провяжу изнаночной провязали а петлю с дополнительной спицы провяжу лицевой провязали откладываем спицу до конца ряда она нам не потребуется вот так у нас получается веточка далее 3 изнаночные петли и последняя кромочная ее провяжу изнаночной все ряд готов такой вырисовывается рисунок уже приступаем к 10 ряду первую кромочную снимаю далее все петли буду вязать по рисунку то есть над лицевыми буду вязать лицевые петли над изнаночными буду вязать изнаночные петли и кромочная провязала изнаночной и перехожу к следующему ряду 11 ряд и так первую кромочную снимаю 2 изнаночные возьму дополнительную спицу петлю с левой спицы сниму оставлю за работой далее левой спицы петлю провяжу лицевой возвращаюсь к дополнительной спице спицы и провяжу петлю изнаночной провязали откладываем спицу далее 2 изнаночные провязали центральная лицевая 2 изнаночные провязали беру дополнительную спицу и снимаю петлю с левой спицы оставляю ее перед работой следующую петлю с левой спицы провяжу изнаночной провязали возвращаясь к снятой петли и провяжу ее лицевой провязали далее 2 изнаночные петли 1 2 и последнюю кромочную провяжу изнаночной переходим к двенадцатому ряду в этом ряду все петли буду вязать по рисунку над лицевыми буду вязать лицевые петли над изнаночными буду вязать изнаночные петли первую кромочную я сняла последнюю кромочную провяжу изнаночной переходим к тринадцатому ряду в этом ряду нам понадобится крючок я брала крючок три с половиной миллиметра для того чтобы сделать шишечку снимают первую петлю кромочную далее 2 изнаночные беру крючок и буду вывязывать шишечку буду вытягивать я решила вытянуть 4 петли вытягиваю петлю накид петлю накид петлю накид и сделаю последнюю петлю и больше накиды делать не буду вы можете больше или меньше витков сделать теперь провяжу все петли вместе и закреплю воздушной петлей вот наш шишечка готова теперь наденем ее на спицу и продолжим вязание итак продолжаем далее у нас идут 3 изнаночные 1 2 3 провязали за получается объемный такой интересный средняя лицевая 3 изнаночные петли провязали из лицевой петли будем вывязывать шишечку снова беру крючок и начинаю вытягивать петли петля накид петля накид я делала так четыре раза вы делаете так как вам захочется можете сделать точно так же как я провяжу теперь все петли вместе провязали и закрепляем воздушной петлей одеваем шишечку на правую спицу и продолжим вязание такой объемный узорчик получается нам осталось провязать 2 изнаночные петли и кромочную изнаночной переходим к последнему 14 ряду раппорта узора здесь тоже все просто будем вязать петли по рисунку над лицевыми будем вязать лицевые петли над изнаночными будем вязать изнаночные петли там где шишечки там я провязывала лицевой и кромочные первую снимаю последнюю провязываю изнаночной мы провязали раппорт узора с 1 по 14 ряд далее узор повторяем с 1 по 14 ряд до нужной нам длины я связала полосу равный обхват у головы уже соединила концы просто столбиками без накида уже одну сторону обвязала до конца и вот просто покажу обвязку кто не знать я все изделия свои обвязываю вот так мне очень нравится зубчатый край получается очень красиво аккуратно ввожу крючок вытягиваю петлю оборачиваю две петли рабочей нитью провяжу их вместе вновь ввожу крючок вытягиваю петлю оборачиваю рабочей нитью две петли и провяжу их вместе и так далее провязываю с двух сторон то есть сверху и снизу повязки получается зубчатый край красивой вот такая повязка получилось у меня творческого вдохновения и вам до новых рукодельных встреч